Маразм крепчал, друзья. Сегодня о том, как красиво жить за народные деньги и как Кремль вымешивается в выборы в Приморье. Для начала речь о видном чиновнике, новгородском губернаторе Андрея Никитине. Я уже анонсировал это видео, когда рассказывал про удивительную закупку. Правительство Новгородской области объявило о закупке за 1 миллион рублей системам мониторинга интернета и средств массовой информации с модулями фиксации раскола общества на основе политической поляризации, аудита оппозиционных групп и прогнозирования акций протеста. Губернатор догадывается, что люди, которые чем-то недовольны, могут выйти на улицы, могут доставить ему, этому губернатору, определенные проблемы, неудобства. Поэтому он закупает систему по мониторингу интернета и социальных сетей. Что он будет дальше делать с этой информацией? Например, что люди недовольны тем-то и тем-то, готовятся уже выйти на митинг. Что он с этим будет делать? Вы, может быть, думаете, что наши люди бегут на улицу до того, как обстучат все пороги и напишут во все инстанции? Только доведенные люди митингуют у нас в стране, когда терпеть дальше невозможно. Или думаете, он таким образом хочет узнавать о проблемах региона и людям помогать? Это совсем другая система для этого нужна. Он будет отслеживать организаторов митингов, ну а дальше звонить куда следует. На освещение в средства массовой информации своей деятельности чиновники губернатора Андрея Никитина потратили из бюджета в этом году порядка 100 миллионов рублей. Еще раз, 100 миллионов рублей из бюджета на работу СМИ. Это 273 тысячи рублей в день. Сколько статей, видео, отзывов они закупили? Давайте посмотрим. Вот новости по запросу «Новгородская область лидер». Как обычно пишут, лидер машиностроения, лидер жилищного строительства. Ничего нет. Давайте другой запрос «Новгородская область успехи». Какие-то поощрения. Пройдет какая-то неделя, это не успехи. А дальше уже август начался. Новгородская область ни в чем не лидер. Ни в чем. Нет у нее успехов. Новости по типичным запросам, как обычно журналисты называют статьи? Нет, на Яндексе. Куда же ушли деньги? А, кажется, я знаю. Надо проверить статьи не про успехи, а лично про губернатора Никитина. За этот год 617 статей, 47 интервью, 148 видео. Вот. По лидерам области было 113 статей. По запросу «Успехи» 21 статья. И давайте посмотрим. Новоселье полицейских. Ну, понятно, лично губернатор их обеспечивал жильем. Положительно оценили предложение бла-бла-бла. Коалиция развития. Блокчейн проект сэкономит. Сплошь позитивные хвалебные статьи. Какой молодец губернатор. Никаких-то у него темных пятнышек нет. За счет многоплательщиков наш герой сделал что? Правильно, закупил рекламу себе любимому на 100 миллионов рублей. Еще раз. По 270 тысяч рублей в день. Но это мелочи. Живя в загородной резиденции экс-губернатора Митина, Никитин не отказывает себе красиво жить за счет бюджета. За 2017 год он указал доход в 15 миллионов рублей. А его супруга, которая якобы в декрете, 38 миллионов рублей. Неплохо, да? За этот год на услуги питания губернатору бюджет. Бюджет потратил 1,7 миллионов рублей. Это меню из 40 различных гастрономических блюд. Повторяю, это именно бюджетные расходы. Если считать, что он вообще не ел за свой счет, но только за бюджетный, получается 4650 рублей в день. 4,5 тысячи на одного человека, как месячный рацион пенсионера. Для крепкого сна Никитина закуплены подушки, одеяло и комплекты постельного белья на 73 тысячи рублей. Конечно же, за бюджетный счет. Наконец, приготовьтесь. Раз, два, три. Вывоз осенизатором 108 кубических метров жидких отходов из выгребной ямы губернаторской резиденции Шарматова также идет в счет налогоплательщиков. 108 кубометров жидких отходов из выгребной ямы губернаторской резиденции за счет налогоплательщиков. Даже дерьмо губернаторское вывозят за народные деньги. А зачем платить самому, когда есть бюджет? Ну зачем, в самом деле? А теперь мы переносимся на другой конец нашей необъятной родины, на Дальний Восток, где проходят последние приготовления к выборам губернатора Владивостока. Известно, что ситуация там наипаршивейшая. КПРФ и ЛДПР в наглую слили регион, несмотря на народную поддержку. Похоже, что и Ищенко слился, тем более, что его не допустили к новому туру голосования. И даже этого мало для победы Кожемяки. То есть, простите, для победы кандидата Кремля Олега Кожемяка, о чьей коррупции я уже делал видео. Друзья, сегодня президент Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Но это настолько бессмысленно, что даже журналисты не смогли придумать каких-то броских заголовков. А уж они-то умеют. Кремль в наглую изо всех сил пропихивает своего кандидата. Ненародного, кремлевского. И я как-то даже не сомневаюсь в исходе этих выборов, когда задействованы такие ресурсы, и кандидаты все слиты. Мне кажется, даже если Кожемяка уже лично вбросит грузовик бюллетеней, власть будет молчать. Слишком многое поставлено на карту. И на мой взгляд, это просто настоящий позор. Что за систему вы выстроили, что приходится идти на такие ухищрения? Перенос столицы за несколько дней до голосования? Что? Где подготовка кадров, готовых занять посты не по блату, а по способностям? А в какой момент мы стали страной с одной партией? Почему это, по мнению Кремля, только Единая Россия должна ставить губернаторов? Что это вообще за паника такая? Ну взяли КПРФ и ЛДПР несколько регионов. Это нормальная партийная борьба, которая вдруг открывает правду. Не должны другие партии, кроме Ядра, никакой власти иметь. Но это откровенный позор всей работе администрации президента. Беспомощным партиям. Ну и конечно же мы запомним, как Кожемяка и другие приходят к власти. Подписывайся, чтобы тоже помнить. А на этом у меня все. Жми на колокольчик, чтобы быть в курсе. Оценивай, комментируй и до скорых встреч. Кстати, как вам моя новая заставка? Продолжение следует...